здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала не знаю как у вас а у меня на огороде без применения фунгицидов абсолютно невозможно вырастить урожай томатов и картофеля во второй половине июля фитофто разжирает за несколько дней обе культуры если их предварительно не опрыскать защитным средством поэтому я уже ученые и не жду когда начнут чернить листики обрабатываю томаты и картофель в первой половине июля это обязательно в прошлом году использовала препарат ревус от фитофтора защитил прекрасно но вот бурая пятнистость все-таки добралась до моих томатов теплицы жаль что данный препарат от нее не защищает в этом году я вооружилась основательно первую профилактическую обработку буду проводить препаратом эридамил голд я проштудировала весь интернет в поисках средства от фитофтора и бурой пятнистости одновременно по отзывам садоводов на форумах лучший препарат это эридамил голд о нем я даже не смогла найти что-то плохого исключительно хорошие отзывы само средство не загрязняет почву также безопасно для пчел и других полезных насекомых обладает как системным так и контактным механизмом действия простыми словами два действующих вещества защищают растения одно вещество изнутри а другое снаружи поэтому если вы выращиваете томаты в открытом грунте то ридамил голд будет максимально эффективным он не смывается дождем очень мне понравился отзыв о данном средстве одной из огородниц она сказала что фитофтора началась многие листики почернели но после обработки распространение болезни прекратилось и удалось вырастить неплохой урожай согласитесь что раньше таких препаратов не было если фитофтора началась то ее уже было не остановить поэтому я считаю что это огромный плюс ридамила он защищает культуру на протяжении двух недель препарат не ухудшает качество плодов и не влияет на их вкусовые характеристики поэтому я сделаю две обработки ридамилом в июле а затем когда томаты будут краснеть использую препарат хом он не впитывается в ткани растений защищает лишь снаружи а это значит что можно томат сорвать тщательно помыть и сразу съесть а как и чем вы защищаете помидоры и картошку от фитофторы делитесь своим опытом в комментариях следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины всего вам доброго